Девушки отдыхают Покажем перевоплощение автомобиля в качеле Да я и не понял, что это произошло Честно говоря, что мы уже висим на качеле Каким образом лада вознеслась над асфальтом Убийство, покушение и оборот оружия К чему приговорил Верховный суд членов банды Невзоровские Это не только прямо сейчас Новосавиновский районный суд Казани Арестовал предполагаемого насильника Восьмилетней девочки Напомним, преступление произошло 11 декабря На улице Побежимова По версии стражей порядка Задержанный, угрожая ребенку расправой Завел ее на чердак многоэтажки Где и совершил действия сексуального характера Сергей Хайдаров о подозреваемом Этого человека полицейские задержали 12 декабря По версии следствия, днем ранее он подошел к восьмилетней девочке Сзади, зажал ладонью рот и, угрожая расправой, повел во дворы домов на улице Побежимова По словам потерпевшей, она очень сильно испугалась угроз незнакомца Поэтому не звала на помощь Поднявшись на чердак одной из многоэтажек Подозреваемый раздел девочку и надругался над ней После преступления он проводил ее до дома Но на улице ребенка встречала мать Мужчина миновал ее и скрылся А девочка поведала матери о произошедшем уже в квартире И та незамедлительно обратилась в полицию На задержание подозреваемого в особо тяжком преступлении Были ориентированы все службы казанского гарнизона полиции В результате четко спланированных оперативно-розыскных мероприятий Сотрудники полиции Казани совместно с сотрудниками уголовного розыска МВД республики Установили местонахождение предполагаемого преступника Он был задержан в одном из жилых домов по улице Ибрагимова Задержанным оказался 27-летний Адель Шарафиев Весной этого года он освободился из мест лишения свободы Где отбывал наказание за грабеж и разбой Сегодня в зале суда подозреваемый пытался тщательно скрыть свое лицо Еще до начала заседания он заявлял о своей невиновности Но доказательства собраны следствием Говорили об обратном Проведенная молекулярно-генетическая экспертиза показала Что изъятые на одежде девочки биологические материалы принадлежат задержанному Кроме того, его уверенно опознал потерпевший В настоящее время следствие обратило в суд с ходатайством об избрании В отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу Сегодня Новоцавиновский суд арестовал подозреваемого Под стражей он будет как минимум до 11 февраля Учитывая тяжесть преступлений и криминальное прошлое С высокой вероятностью на свободе он окажется весьма не скоро Сергей Хайдаров, Айрат Назипов, Константин Бушуев Вызов 112 21-летняя девушка попала под колеса автобуса сегодня днем в Казани Наезд произошел на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Адаратского По предварительной версии водитель общественного транспорта Поздно заметил пешехода и не успел избежать столкновения Все подробности в материале Рамиля Шайдулина В том, что в происшествии есть вина водителя автобуса Сомнений не было ни у кого Да и мужчина ее не отрицал В свое оправдание отметил, что попросту не заметил девушку Причина в газеле, которая ехала с ним в попутном направлении Находясь чуть впереди В результате ДТП 21-летняя девушка получила травмы Ее госпитализировали в больницу Сейчас медики выясняют, есть ли у нее переломы Пешеход переходил в проезжую часть по нерегулированному пешеходному переходу Согласно статье 4.5 правил дорожного движения Пешеходы, прежде чем выйти на нерегулированный пешеходный переход Должны убедиться в том, что им уступают дорогу Оценить обстановку, скорость движения транспортного средства Степень вины участников аварии определится после постановки точного диагноза Пострадавшей в аварии девушки Рамиль Шайдулин, Айрат Назипов, Константин Бушуев Вызов 112 Деонекси и грузовик Hyundai оказались в кювете После столкновения возле поселка Озерный в Высокогорском районе Несмотря на серьезный удар Никто из участников аварии не получил сильных травм Люди даже не стали вызывать скорую помощь Решив, что справятся сами Динара Камалова знает, как и почему машины вылетели с дороги Да, нормально, все живы, здоровы После ДТП оба транспортных средства вылетели с дороги в разные стороны Больше всего досталось Деонексио и на марке Многочисленные повреждения по всему кузову А вот девушка за рулем легковушки и ее пассажирка не получили серьезных травм Выбраться из машины им помогли водитель и пассажир грузовика Они и рассказали, как все произошло Занесло девчонку на повороте, занесло и меня уехало отбок Водитель грузовика рассказал, что ехал вместе с напарником в сторону дома У одного из поворотов на его глазах занесло легковушку И на марке двигалась навстречу и в какой-то момент оказалась на полосе грузовика И избежать столкновения никто из водителей уже не мог Скорость-то большую не выдержишь, ехали тихонечко И она тихонько ехала, почему-то понесло, просто понесло ее Я увидел тормозить, а тормозить бесполезно дорогу Видите, как я торможу, меня тоже тащит Ну уже тут, она здесь, все, и приехали Водители решили не вызывать медиков А лишь стали дожидаться сотрудников ГИБДД и эвакуатор Динар Камал Айрат Назипов, Константин Бушуев Вызов 112 На Горьковском шоссе машина вознеслась над асфальтом Лада 14 модели после столкновения с Ладой Веста Буквально повисла на отбойнике, разделяющем встречные потоки Все произошло в утренний час пик По чистой случайности, после аварии ни одна из машин Не задела других участников дорожного движения С места событий репортаж Айрата Назипова Это все, что сказал водитель Лады Веста в свое оправдание Мужчина не отрисал своей вины и признал, что все произошло по его невнимательности По предварительной версии, автомобилист стоял в правом ряду Пропускал машины, едущие прямо Ждал, когда появится окно, чтобы развернуться И когда показалось, что дорога свободна Он вывернул руль влево и нажал на газ При этом не заметив Ладу 14 модели, едущие в левом ряду Не заметил, говорит, да и все А что погода-то, видите, окна потеют Плохая видимость все равно Сразу после удара Лада 14 модели Развернула и выбросила на дорожное ограждение Автомобиль оторвался от асфальта И повис на отбойнике В момент аварии в салоне находились три человека Никто не пострадал Несмотря на серьезное ДТП, водитель находился в хорошем расположении духа Да я и не понял, что это произошло Честно говоря, что уже висим на качеле Автомобиль получил серьезные повреждения И теперь вряд ли есть смысл его восстанавливать По крайней мере, его владелец решил не тратиться на ремонт Айрат Азипов, Константин Буршоев Вызов 112 Страшная авария произошла сегодня ранним утром в Ольметьевском районе На 235-м километре трассы Казани-Оренбург Столкнулись автомобиль ЗАЗ-Шанс и грузовик Купава По предварительной версии, 29-летний дальнобойщик не справился с управлением Так как не учел дорожные погодные условия В результате этого передняя левая часть прицепа оказалась на встречном направлении Где ехала легковушка От удара автомобиль оказался полностью смят Его водители медики госпитализировали Сейчас 24-летний парень находится в реанимации 57 лет на троих Сегодня Верховный суд Татарстана огласил приговор бывшим участникам набережной Челнинской группировки Невзоровский Ее лидер Андрей Невзоров создал сообщество в конце 90-х Пик криминальной деятельности группы пришелся на нулевые Как гласит уголовное дело, в борьбе за власть они не знали границ И членов конкурирующих структур просто убивали Алина Бережная об истории банды О преступлениях, совершенных участниками группировки, полицейские узнали в 2013 году Расследуя убийства прошлых лет Преступное формирование Невзоровский появилось в набережных Челнах в конце 90-х И насчитывало 10 человек Как установил суд, ее члены причастны к организации расстрела двух предпринимателей в Автограде в сентябре 2000 года Убийству в апреле того же года представителя конкурирующей группировки ГЭС И покушению на жизнь двух человек в феврале 2001 года на трассе М7 Все преступления, в том числе убийства с использованием огнестрельного оружия Члены 29-го комплекса совершили в начале 2000-х годов Во время передела сфер криминального влияния В ходе раскрытия этих преступлений оперативники МВД Торстана изъяли арсенал задержанных Автомат Калашникова, пистолеты Стечкина, ТТ, 4 самодельных пистолета, более 250 патронов Всех участников ждала разная судьба Трое скончались в криминальных разборках Один уже осужден, другой по решению суда находится в психиатрической больнице Он признан невменяемым, а последний и вовсе в федеральном розыске Поэтому на скамье подсудимых всего три человека Никто из них не признал свою вину Кроме того, еще до начала рассмотрения этого дела Родственники обвиняемых заявили, что дело сфабриковано В ходе судебного следствия нами были допрошены более десятка свидетелей Также были допрошены потерпевшие, исследованы письменные материалы дела В ходе предварительного следствия были обнаружены два тайника с оружием Выслушав мнение всех, суд встал на сторону государственного обвинения Подсудимых приговорили от 17 до 21 года лишения свободы В исправительной колонии строгого режима Защита намерена оспорить приговор Ирина Бережная, Ратназипов, Константин Бушуев, вызов 112 И это все, о чем мы успели вам рассказать В студии был Эйдар Гумеров До встречи И не бросайте вызов судьбе Вдруг она его примет